добрый вечер дорогие друзья мы продолжаем наши встречи форме вебинара сегодня я вас приветствую и скорее всего покажите мне как вы меня слышите пожалуйста крестиками есть спасибо звук достаточный да спасибо 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 друзья спасибо отлично запись есть видео тоже есть вы сейчас кто смогли послушали что рассказывал анатолий эдуардович как бы форме интервью о том как происходило или скажем комментировал то что происходило в министерстве транспорта российской федерации и как вообще там на экспертном совете это дело все происходило кто смог посмотрел кто не смог не посмотрел ничего страшного это можно все найти на информационном канале скале и в капитале тоже конечно значит я вас приветствую сегодня не из эстонии а из андорры андора это небольшое государство самостоятельное маленькое государство она находится в горах испании граничит с испании с францией вот должен вас обрадовать что здесь перспективы skyway очень большие я как бы по двум причинам здесь по первой причине я катаюсь на сборных лыжах уже супруга катаемся уже 20 почти 25 лет здесь кроме всего очень актуальна тема именно как добираться до андоры это она находится в горах жителей всего 80 тысяч в этом маленьком государстве вот 12 тысяч непосредственно андорцев так называемых как они сами говорят и чтобы добраться сюда можно с различных точек добираться но большинство и наиболее хорошие как бы маршрут это из барселоны андора это где-то чуть больше 200 километров по таким скоростным достаточно сложно построенным дорогам всего только один-два местами по три ряда то есть скажем в одну сторону два ряда в другую один ряд и связи с этим приходится ехать больше трех часов 3 часа 15 минут вот и достаточно опасный путь поэтому мне здесь видится очень мощные перспективы я с кем тут не разговаривал достаточно интересно для них чтобы ускорить как бы транспорт от самого города ли от самой этой территории до до барселоны или до перпиньона этого франции находится такой город и самое интересное то что в самом это курорт он летний зимний зимой здесь катается все на лыжах очень много россиян кстати вот и естественно работы только канатные дороги а канатные дороги это канатные дороги и и здесь есть тоже перспектива опоры все есть надо только будет если дело дойдет или когда дело до этого дойдет надо просто будет менять принцип значит канат на струну опоры есть просто надо будет это просто я как со стороны вижу а фактически это все дело будущего то есть перспектива дорогие друзья есть поэтому сегодня мы с вами не будем говорить об организационно экономических вопросах которые на мой взгляд и вопросы которые вы сами задаете они значит абсолютно как бы постараюсь на них ответить и дать еще кое-какие комментарии потому что большинство людей которые обращаются не знаю если они сегодня здесь у нас на вебинаре но возникает постоянно одни и те же вопросы как подойти к проекту как рассчитать когда что надо рассчитывать и так далее и поэтому скажем сегодня мы будем говорить о таких как бы нюансах организационных и экономических нюансах подхода к проекту давайте пойдем тогда по очереди материал для вас есть здесь так видели так тут видимо не слышим не слышите меня почему не слышите прекрасно слышно отлично это хорошо отлично я на какой-то момент выключу видео чтобы лучше связь шла потому что я сижу в гостинице ничего нового нету кроме меня с загорелым лицом и сгоревшим носом слегка значит для вас выставлен материал вы можете сегодняшним материалом воспользоваться и и таким образом друзья давайте тогда пойдем дальше значит на донны skyway мы не будем останавливаться на вопросе тоже не будем останавливаться очень быстренько пройдемся по этапам я просто напомню вам кто не участвовал из сегодняшних присутствующих не участвовал раньше в разборы по этапности самого самих адресных проектов какие этапы могут быть это нулевой этап 1 2 3 4 только 4 этапа начинается так называемая или пред четвертым этапом и включая 4 этапа начинается инвестиционная фаза ведь я здесь показал стрелкой инвесторы включается сюда до этого как правило как правило идет так называемая инвестиционная фаза или же период когда надо искать инвестиции это так называемый самый рисковый вариант или самый рисковый этап когда еще ничего не известно есть только идеи есть там как дальше идти какие-то цифры известны сколько людей грузов перевозить надо есть какое-то представление по километрию по рельефу местности по геологии там и так далее но много открытых вопросов вкладывается сама предпроектная фаза и так далее мы сейчас не будем вдаваться в содержание вот этих этапов но вот это примерно где-то 30 процентов от самого проекта как я уже неоднократно говорил их надо вести самим кому сами смотрите значит у нас сегодня я сейчас быстро пройдусь покажу самим это инициатором и организатором проекта поэтому сегодня давайте остановимся на том что нулевой этап вот я его покажу вам так и вот этот нулевой этап инициация адресного проекта теперь идем дальше исходное задание на проработку содержательности или описание самой идеи какой эффект ожидается эффекты могут быть разные зачастую экономический эффект он очень растянут по времени он начинает работать со временем а то если вообще нужен транспорт и экономический эффект зачастую или не зачастую во всех случаях он сравнительный если построим железную дорогу если построим трамвайную линию если построим канатную дорогу ту же самую если построим там на магнитной подушке есть из под построим гиперлуп пожалуйста есть возможность построить вопрос в такой наберет что все показывают на дороге ухом silently из всех этих компаний этот лес и выс japanese кольца не поднимаются он очень редко он и все который переехали с гиперлуп по работе в же правду красивые твое кое-каклянии стоит еще один раз делать вот он следующий вопрос где это будет стоять если в гиперлуп по работе вот здесь говорится вот так все конечно это конкретно то я думаю что в гиперлупп по работе что действительно это не потрясающе иначе начнем сейчас гулять дальше есть у нас краудрил капитал есть компания которая в европейских странах учреждена она сейчас пока является компания которая готовит инвестиционные возможности дополнительные и фактически является тоже как возможным инвестором или инвестор через которого в различные адресные проекты можно будет инвестировать фонды инвестиционные это могут быть различные инвестиционные фонды которые основным бизнесом их является инвестиция в эффективные проекты. Но, скажем так, на первых этапах, на первых этапах адресных, то есть на первых этапах, они, как правило, не входят, поскольку для них это достаточно, скажем, такая ранняя фаза еще. Пенсионные фонды, точно так же, они приходят, как я уже показывал вам, они приходят, когда уже есть обоснование инвестиционной привлекательности проекта, предварительные работы проведены и остается только говорить, насколько, куда, когда, что будет и так далее. Есть заказчик, который очень заинтересован. Если мы посмотрим, значит, заказчика, где он находится, давайте посмотрим. Вот он, вот он заказчик. Есть инициатор-организаторы, есть фирма, инициирующий адресный проект, есть фирма-инвестор. Как я уже говорил неоднократно, вся вот эта компания, которая здесь находится, она может прямо фирму, управляющую адресным проектом инвестировать, но тогда надо смотреть, какие взаимоотношения, как они выстраиваются с инвестором или с фирмой инвесторов, или с группой инвесторов и так далее. Поэтому я еще раз рекомендую всегда рассматривать вариант, как наиболее как бы мягкий и гибкий вариант, когда инициатор, и организатор проекта, зао струнные технологии, компания, которая, это не обязательно технополис Новый Евразий, это компания, которая организует различные организационно-экономические вопросы проекта, доведение его до фирмы-управляющей адресной. проектом и доведение, до введения инвесторов в этот проект, мощных инвесторов, которые большую часть уже до конца инвестируют в этот проект. И поэтому мы здесь с вами прекрасно понимаем, возможно инвесторы это пенсионные фонды заказчик, бюджетные средства, это не инвесторы, это бюджетные организации, которые могут тоже инвестировать в этот проект. Это различные гранты, которые поддерживают инновационные проекты или поддерживают какое-то развитие территориальное развитие, поддерживают развитие туризма, поддерживают развитие отдыха, спорта, чего угодно. Они тоже могут и в особенности, очень хорошо, когда инвестируют, они на начальной стадии и по всему проекту их средства тоже могут быть использованы. Инвестиционная компания. Инвестиционная компания это уже компания, которая складывается, как правило они тоже образуются или же вернее подключаются, когда проект уже имеет базу инвестиционную, то есть обоснование инвестиционной привлекательности этого проекта. И теперь видите, здесь опять вынесены инициаторы и организаторы, заострованные технологии, компания ООО, любая открытое общество с ограниченной ответственностью, она берет на себя, вот здесь я и показал, корп экономическая подготовка адресного проекта, чтобы его довести до управления, то есть до реализации адресного проекта. Пройти вот эти первые фазы все. И акционерный капитал, есть фирма, инициирующая адресный проект. То есть, что же является акционерным капиталом фирма, инициирующая адресный проект? Как правило, смотрят, есть ли инициаторы и организаторы, имеют ли они какие-то средства. Если они сами больших средств никаких не имеют, то по крайней мере они должны иметь средства на то, чтобы провести первую инициацию. То есть, подготовить соглашение с заостровными технологиями, да? Что же она мне тут гуляет? Я прошу прощения. Провести первые такие как бы работы, которые необходимо сделать, подготовить ТЗ, взаимоотношения и так далее, и смотреть, как организовать. Есть возможность на этом этапе обратиться к заостровными технологиями, которые будут практически получать потом от этой компании или от фирмы, инициирующей адресный проект, получить задание на предпроектную фазу разработки предпроектной стадии до третьего этапа, как вы здесь видите. Она ведет все эти разработки, она и потом ведет разработки, но вопрос-то в том, что здесь ее труд должен оплачиваться, и эти средства откуда-то должны поступать. Хотя, выполняя эти работы, все это возможно делать. Но, скажем, акционерный капитал могут сюда внести и Skyway Capital могут внести RSV Assistance, в чем? Не в деньгах, а в акциях. В тех же самых акциях. Это как одна из форм, мы сегодня не будем вдаваться в подробности, но для того, чтобы эта компания была в дальнейшем акцептируема при создании фирмы, управляющей адресным проектом, то есть, чтобы она могла бы работать и обосновывать вот в этом составе здесь, да, с фирмой-инвестором или с инвесторами, которые будут входить в этот проект, то поэтому она спокойно может сюда внести свои акции и сказать, что это акционерный капитал, который есть в фирме, инициирующей адресный проект. Плюс тогда уже фонды, пенсионные фонды, заказчик, они могут тоже начинать инвестировать эту, или вернее инвестировать в эту компанию, чтобы она могла бы подготовить фирму или сам адресный проект до создания фирмы, управляющей адресным проектом. И таким образом у нас возникает возможность создать фирму или дойти поэтапно до стадии, когда у нас начинается третий этап или предпроектные работы, исследования и обоснования инвестиционной привлекательности. И уже как бы на полном с обоснованием и подтверждением инвестиционной привлекательности. То есть инвестиции до 30%. Давайте теперь посмотрим, что же у нас здесь может происходить. Что у нас здесь может происходить? Видите, здесь у нас есть схема, которой мы уже неоднократно пользовались и смотрели. И GTI – это компания, которая является держателем всех акций, 70% обычных акций и 30% привилегированных акций. Всего акционерный капитал GTI – 400 миллиардов долларов, условно говоря. И дальше идут вот эти компании, которые могут участвовать. И RSV Systems, Skyway Capital, они могут участвовать в других адресных проектах. Сейчас участвуют в адресном проекте Экотехнопарка. Точно так дальше могут здесь участвовать. Я просто провожу аналогии, чтобы у нас линия не терялась. И теперь мы видим, что создавая вот это процентное отношение, даже не обращайте на него сейчас внимания, инициаторы, организаторы создают фирму, инициирующую адресный проект. И таким образом начинается вся эта работа по созданию и формированию будущего проекта. По его расчету, описанию и так далее. Вот я здесь привожу такой маленький пример. Возьмем на обычном примере, чтобы понять сущность вот таких организационно-экономических нюансов уже вот на стадии, даже вот этой предпроектной стадии. Смотрите, 15 километров грузовой трассы. Что значит 15 километров грузовой трассы от точки А до точки Б? Не будем даваться в подробности, что за грузовая трасса. Может быть это грузовая трасса, которая находится между двумя мощными терминалами, уже сложившимися терминалами грузов, контейнерных грузов или еще чего-то. Они существуют, между ними возить поезд не ходит, машинами возить это очень неудобно. И как бы логистика нарушается. Берется трасса, один километр, три с половиной миллиона долларов стоит примерно один километр. Следовательно, объем или, скажем, стоимость проекта 15 километров умножен на три с половиной, это 52 с половиной миллиона долларов. Теперь, что значит 30% от этого? Это 15,75 миллионов долларов. Это практически то, о чем мы говорили здесь. Это надо пройти, вот это будет практически дойти до сих пор. Надо иметь эту сумму, чтобы все эти работы, которые здесь осуществляются. Но есть еще, значит, другие варианты. Для того, чтобы пройти первые этапы, надо 5%. Это когда идет проектное описание, идет авантпроект, идет создание макета и модели 1 к 10 этой трассы, чтобы показать будущим инвесторам, чтобы обосновать это и так далее. Это вот такая стоимость. И есть полтора процента, это вообще только начало. То есть, представляете, какие суммы, да? 30%, 5% и полтора процента. Это все суммы, от которых зависит вот эта первая стадия или первые этапы, первые этапы адресного проекта, первые этапы различные. Вот пройти вот эти два этапа, это могут быть в зависимости от того, как выстраивается логика проектирования, быть. Или же почти миллион долларов, полтора процента, да? Это может быть 2,5, чуть больше миллионов долларов. Например, ну вот давайте это так, пока и будем, я думаю, к примеру, пока не буду проехать. И таким образом, проектная стоимость 52, минус 15. То есть, мы делаем, инициаторы проводят эту работу, они осуществляют до этого этапа. Это значит, что фактически происходит ведение проекта до привлечения, до момента, когда инвестор готов, уже созрел. Он начинает понимать, что ему это интересно до этого момента. И поэтому здесь есть уже момент такой, что видите, 30 процентов, что это в деньги? Это значит 15,75 миллионов уже где-то привлечены, и инвестору фактически надо выкупить 70 процентов. Но одно дело, от проекта нужно еще инвестировать, чтобы проект довести до конца, 36 миллионов, 75 тысяч и так далее. Но есть разница, проектная стоимость, инвестиционная стоимость проекта. Если мы говорим об инвестиционной стоимости, то вот здесь, а, это есть так называемый разговор с будущим инвестором. К чему ему надо быть готовым. Инвестору минимально, это минимально продается проект за 52,5 миллионов. Вот он, 52,5 миллионов. Это 70 процентов. Скажем так, 30 мы нашли, но мы продаем ему весь проект за вот эти 70 процентов. Мы говорим, 30 мы сделали, но мы тебе уже продаем, тебе дороже. Весь проект, он получает, как бы мы, проект весь стоит 52,5 миллиона, а мы ему 70 процентов от акций вот этого создаваемой управляющей компании, на этом этапе с ним говорим, да. И мы говорим, что это стоит 52,5 миллиона, как вариант, как один вариант. Это значит, что все акции, создаваемые управляющей компанией, это 75 миллионов долларов. Понятно, да? 100 процентов. Если 70 процентов, это 52,5. Тогда фирма, ведущая проект, это мы с вами, условно говоря, инициаторы зала струнной технологии, до инвестиционного момента получают, получили 15,75, то есть привлечено было, это прибыль. Это разница между тем, что проекта надо вести дальше, и чтобы проект довести до конца, нужно 36,75 миллионов денег всего для доведения этого проекта до конца. Но инвестор вкладывает сюда деньги, и мы получаем прибыль уже 15,75. Что мы делаем? Это другой вопрос. Плюс инициаторы, или вот эта инициирующая компания, она получает еще 30 процентов акций, управляющей компанией, адресным проектом. Это еще 22,5 миллиона долларов по номинальной стоимости этих акций. Таким образом, для завершения проекта деньги есть, есть привлеченные дополнительные средства, которые можно, с одной стороны, уже какие-то другие работы, какие-то другие проекты уводить, да. И есть другой вариант, можно их вкладывать сюда, но уже с другой стоимостью, что-то дополнительно делать и так далее. Увеличивать свою долю здесь больше 30 процентов, да, за счет этого, и таким образом здесь вести переговоры с инвесторами. То есть это я вам слегка показал один из маленьких вариантов, как можно с инвесторами вести переговоры и на базе чего, на какой стадии. Но это лишь только тогда, когда пройден вот так называемый где-то 30 процентов, до 30 процентного рубежа. Не важно, до какой стадии мы дошли, вот здесь по этапам, но более-менее это начинается где-то здесь. Предпроектное предложение адресного проекта уже сделано и подготовлены все основные исходные задания для проектных работ по исследованиям, по изыскательским каким-то решениям, по выявлению землетводов, по исследованию как бы других вариантов, которые могут быть здесь привлечены, другие какие-то виды транспорта и так далее, и так далее. То есть целый ряд, вплоть до того, что демократическая картина этого региона там, все зависит от того, о каком проекте идет речь. Но этапность, она более-менее таким образом происходит. И тогда только инвестор приходит в этот проект и с инвестором ведутся такие вот разговоры, о которых мы сейчас с вами смотрели на примере с грузовой трассой. И таким образом создается база для будущих возможных взаимоотношений вот в этой управляющей компании. Не исключен вариант, что инвестор или заказчик, может быть это одно лицо, это может быть целая компания здесь, которая складывается в связи с тем, что здесь стараются или что делают как бы инициаторы и организаторы, и вот компания инициирующая, фирма инициирующая адресный проект, но складывается инвестиционная как бы схема проекта. Вот ресурс для этой схемы, он складывается в зависимости от тех условий, которые есть, и на основе как одного из вариантов подхода расчетов. Причем там возможны различные другие расчеты, друзья. Дело в том, что смотрите, если я сейчас не буду вдаваться как бы в подробности расчета, этот один из вариантов инвестиционной стоимости проекта, существует еще целый ряд других вариантов. Когда, например, инициаторы и организаторы этого проекта, доведение его до инвестиционного состояния, например, говорят, ладно, нам не нужно этих денег, например, мы говорим, или они говорят, что давайте за счет этого сделаем так, вы заплатили 52 миллиона, мы этих денег не берем, а тогда у нас 50 на 50, например, делаем всю компанию, и получается 30, то есть таким образом получается, что увеличивается акционерный капитал самой компании, за счет этого появляются дополнительные возможности, не надо привлекать кредитных средств, но равномерно или, скажем, пропорционально тому этой сумме увеличивается доля участия в этом проекте, когда мы потом можно по завершению проекта еще дороже выкупить. То есть здесь появляется целый ряд так называемых возможностей бизнеса на этом этапе. И тогда у нас начинает срабатывать вот эта схема и дается возможность. И что самое интересное, это то, что инвесторы, понимая, что проект доведен до нормальной стадии, они уже становятся более разговорчивыми, более сговорчивыми и с ними вести легче переговоры. Но очень важно здесь иметь в виду то, что на стадии, когда у нас ведется подготовка, осуществлены самые основные взаимоотношения инвесторы, или инициаторы, извиняюсь, организаторы, заостровные технологии, компании, которая обеспечивает... Это могут быть и со стороны привлечены, но зачем со стороны, если есть внутри инвестиционные системы Skyway, есть такие компании, которые могут осуществлять организационно-экономические проработки проектов на этапах. Вот на этих этапах. Здесь целый ряд, как я уже вам неоднократно говорил, есть такие работы, которые надо делать, и не обязательно их заказывать где-то со стороны. Ну и как тут недавно в одной беседе у меня спросили, а кто это другие привлеченные инвесторы? Это могут быть различные заинтересованные лица, это могут быть организаторы. Организаторы, например, владельцы земель, это могут быть... Кто-то может сказать, что это могут быть какие-то чиновники. Естественно, это могут быть различные юридические частные лица, которые влияют на различные стадии этого проекта, влияют на его успешность. И таким образом можно идти дальше. Так, есть ли у вас вопросы сейчас по этой части, которые мы... Сейчас пока не видно. Не видно, так, начать здесь нету. Ясно, тогда идем дальше. И вот здесь возникает такая вещь, что... Так, сейчас, одну минуточку, мы пройдем дальше. Что инвестиции и стоимость проекта, я обращаю ваше внимание еще раз, есть проектная стоимость, здесь эти условия могут измениться, стоимость будет другая, а схема, это может быть применена. Поэтому ничего здесь такого сложного нет. И всегда в консультационном центре можно получить целый ряд, как бы, ну, ответов на различные вопросы, консультации, как это лучше делать. Возникают вопросы, как происходит сотрудничество во время подготовки адреса по-разному. Ну, кто-то пишет мне в чате, мы обсуждаем варианты. Значит, люди зачастую, ну, как бы, не совсем понимают, кто является инициаторами адресного проекта, не совсем понимают, как бы, откуда и как входить. Вот те, кто стоят вот здесь, в этом ящичке, и заинтересованы или видят, что проект мог бы быть применен. Например, точку входа. Очень важно найти точку входа, как уже неоднократно говорилось. Что такое точка входа? Точка входа – это так называемый возможный вариант. Если мы, например, говорим о том же самом каком-то грузовом транспортном участке, который надо, грузовой транспорт сделать, но к нему подойти, надо смотреть, получить поддержку, например, тех же самых заказчиков или юридического представителя какого-то пользователя в этом регионе, или региональных, федеральных какой-то властей. Не важно чего, но для этого надо найти точку входа. И тогда могут быть какие-то другие более, ну как бы, или менее объемные проекты. Это полтора, два, пять, десять километров, но уже легкого транспорта на базе юнибайков. Это туристический, развлекательный, туристический, оздоровительно-познавательный кластер, где осуществляется, например, в каком-то парке, на какой-то выставке, в каких-то там достижениях народного хозяйства, не важно чего. Строится или подготавливается такой проект. Его решение значительно легче, чем нормальной трассы какой-то, допустим, традиционной этой грузовой, скоростной или же городского транспорта. И в связи с этим через этот проект можно легче войти. Он вообще, как правило, ни с кем не конкурирует. Если, допустим, городской транспорт, как я уже говорил, конкурирует с какими-то возможными другими проектами, то этот проект зачастую, в 99 случаев из 100, не конкурирует с другими проектами. И поэтому через него значительно легче войти. Например, я не буду вдаваться в подробности одного неподготавливаемого проекта, когда речь шла о так называемом, как бы, из одной территории переезд в другую, в третью, в четвертую, по заповедникам, да, а начинать, я задал вопрос, с какого заповедника будем начинать на вашей территории. Они говорят, ну вот вроде бы с этой. Я говорю, почему, обоснуйте. Люди не смогли четко обосновать. И тогда мы начали смотреть, откуда вообще идет связь. И тогда выяснилось, что фактически существует у них в республике, так называемая, как бы, республиканская выставка, где проводятся различные годовые, ну это типа того, как ВДНХ когда-то в Советском Союзе было, кто знает, да. Вот, такой выставочный центр, или там есть павильоны несколько, есть выставочный центр, и там у них тоже есть, как бы, по всем этим вопросам туризма, по вопросам заповедников, охраны окружающей среды, охраны пауны, флоры. И оттуда можно начинать. Я спросил, давайте выясните, ребята проработали, какова сама территория, там почти 36 гектаров, этой территории, этой выставочных комплексов небольших, там парковая зона есть, там отдыхают. И очень заинтересовались инвесторы местные, которые сказали, да, давайте здесь сделаем интересную, такую, как бы, круговую трассу, с которой можно будет посещать. Они же там договорились сделать и так называемую мини-республику, то есть они нашли почти, чуть больше гектара земли, на которой выложат что-то типа того, как у нас было, кто был на нулевом километре, там был макет, или, ну, как бы, границы Белоруссии выложены в камни. Они договорились, что сделают там свою республику, выложат точно так же там поселения, немного городов, все это покажут, и будет еще дополнительно интересный, как бы, ну, такое место, где можно будет показывать и школьникам, и гостям этой республики достижения этой республики на этой карте, и проходить, пройти по ней прямо, ну, на этом, на одном гектаре, видеть всю схему этой республики. Инвесторы очень заинтересовались, и это практически стало точкой входа в будущую трассу, которая пройдет по заповедникам, вот, и определилось, какой первый, ближайший заповедник, там есть возможность прохождения по болотам, проложить трассы, где могут люди пройти по болотам, их встречает дальше юнибайки в конце этой трассы и так далее. То есть начиналась, началась выстраиваться схема будущей, или концепция, как можно даже и так назвать, концепция точки входа и как переход осуществить в дальнейшем в этот самый проект, ну, уже более обширно. Причем, что интересно, существует возможность еще привлечь средства уже из так называемых пенсионных фондов, заинтересовались пенсионные фонды этой темой, вот, и самое главное, можно получить грант Евросоюза в этот проект, который поддерживает тут одновременно там и экология задействована, задействована специально развитие территорий, это вот так называемая карта республики и пропаганда ее достижений, и привлечение вообще туристов, то есть туристическая составляющая. То есть начал складываться кластер уже, то есть начал работать проект входа, точки входа на основе юнибайков, он начал работать на этот проект. То есть таким образом появляется основание создания фирмы, управляющей адресом проекта. И здесь сейчас идет подготовка для того, чтобы обратиться с так называемым техническим заданием для подписания соглашения ЗАО «Струнные технологии», для проведения начала вот этого переговоров сначала и вхождения в иницирующие создание этой компании, иницирующие адресный проект и продвижение дальше. И в первую очередь, что за интересует ЗАО «Струнные технологии», потому что им некогда заниматься какими-то обсуждениями другими, они сразу спросят, хорошо, откуда и сколько будет средств для того, чтобы проводить вот эти этапы, этапы работы. О 30% пока не будем говорить, а первые этапы – это 1,5% от стоимости проекта или же 5% от стоимости проекта. Обычно для того, чтобы пройти и уже сделать работы, надо знать, как инвестировать хотя бы вот эти 5%. Хотя бы 5%. До 5% эта сумма должна быть известна, откуда мы ее возьмем. То ли берут инициаторы из каких-то своих источников, но, как правило, это должны быть деньги недорогие. И поэтому здесь есть над чем думать и как работать. Поэтому это непростая схема. Можно заинтересоваться и завести проект, и его инициировать, но очень важно знать, откуда будут эти средства браться и как будет складываться вот эта схема. Конечно, можно вполне обратиться и на каком-то этапе обратиться в Skyway Capital. Но для этого надо тогда пройти все основания, показать привлекательность RSV Systems на эти площадки, обратиться сюда. Для этого нужна будет опять-таки вот эта компания, которая организационно-экономическую подготовку ведет проекта. Проводится обоснование и включается через эти инвестиционные площадки, включается механизм создания акционерного капитала и продажа акций, которые будут в какой-то степени являться источником финансирования уже подготовленного адресного проекта. И тогда мы с вами и инвесторы могут сюда входить, в этот проект. Так, есть ли еще вопросы? Если у вас нет вопросов, тогда я бы сегодня больше и не отвлекал ваше внимание. Если вам нужно обратиться к этим схемам, пожалуйста, вы сможете сейчас задать мне вопросы здесь. И в конечном итоге вы сможете через начать задать вопросы, через скайп войти ко мне и начать целевые проекты SkyWay. связанные вопросы, связанные с организационно-экономическими нюансами будущих проектов. Вот коротко такая вам информация. Так, есть ли вопросы, дорогие друзья? Я сегодня больше не буду вдаваться на никакие другие темы. Могу вам лишь только сказать, что процесс идет сейчас очень интенсивно, процесс подготовки к встречам, которые пройдут в Минске или под Минском Мариной горке 23-24 апреля. Это очень важный период. Естественно, нам с вами надо, как инвесторам, кто является инвесторами, радить за то, чтобы средства для строительства экотехнопарка продолжали бы поступать. Это ключевой проект, адресный проект. И от этого очень много зависит, что сможет экотехнопарк, зао струнные технологии, показать тем, кто соберутся 23-24 апреля в Минске и в Мариной горке. Причем я вам хочу сказать очень важный момент еще, что 23-го числа в Минске будет круглый стол. И круглый стол, куда приглашаются представители регионов различных, которые уже проявили в той или иной степени интерес к Skyway технологии, которые уже хоть как-то с ней ознакомились. И готовы уже приехать и участвовать в этом круглом столе, воочию увидеть, что происходит в экотехнопарке, как подготовлена первая трасса Skyway городского транспорта для сертификации, что там и как делается. Потому что я вам еще раз, дорогие друзья, скажу то, что, как Анатолий Эдуардович и говорил, что если бы не было бы экотехнопарка, то все решения, которые были, или решения, которые были приняты на экспертном совете Минтранса, оно было бы менее интересно. Сейчас оно комплексно, оно дает зеленую дорогу, зеленый свет для движения по развитию Skyway технологий. И поэтому это очень важно. Тут возникли вопрос, как подключиться к чату. К чату очень просто. Вы обращаетесь ко мне на Skype в Альдемар 13. И если, как правило, когда обращаются, я сразу понимаю, что этот человек хочет включиться в чат в целевые проекты, и я его сразу переключаю. Ну, не мешает написать, что включите меня, пожалуйста, в чат в целевые проекты Skyway. И вы там будете сразу же. Там выставляется какая-то такая достаточно оперативная, если она есть пустую, я его не загружаю пока, пока мы не начали систематическую учебу. Должен вас предупредить, что аналогичные вебинары, они подходят как бы к концу. Я просто сейчас буду повторять какие-то основные понятия, и в дальнейшем будет подготавливаться сейчас и будет начата учеба, специальная учеба, как уже говорил, по подготовке специалистов, ведущих подготовку адресных проектов и входящих потом как управляющих в адресные проекты, если они таковы, ну, таковой конкурс проходит. И это создается так называемый резерв, кадровый резерв на все будущие адресные или под какие-то будущие адресные проекты. Что это за люди должны быть? Это должны быть люди, которые, с одной стороны, хорошо, если не сказать, отлично знают технологию Skyway, знают ее возможности, знают структуру, знают подход, знают концепцию, по которой работает корневая компания GTI, то есть Global Transport Investment, RSV Systems, как работает евро, как идет инвестиционная составляющая этих проектов, как они работают. И таким образом они получают, еще эти люди получают специальную подготовку по управлению проектами, по формированию компаний. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо! Меня просто выбросило, я снова подключился сейчас к площадке, поэтому я боюсь ее дольше держать. Я уже волнуюсь. С какой суммы начинается крупный инвестор? Ну, вы знаете, давайте посмотрим, с какой суммы начинается крупный инвестор. Вот на конкретном проекте, который мы тут с вами рассматривали, с какой суммы? Вот, начиная с 70% стоимости проекта. А может быть он может и вначале скажет, друзья, не парьтесь, я все 52 миллиона вам организую, но будем инвестировать шаг за шагом. Тоже вариант. И не надо тут что-то выстраивать, но тогда условия другие будут. Хотя вхождение зао-струнной технологии, оно естественно необходимо. И тогда уже разговор будет вестись несколько иначе, будет просматриваться схема, скажем, участия и так далее. Поэтому сумму очень трудно определить сразу. Так, что еще есть вопросы? Можно повторить. Что повторить еще, Елена? Суммы могут быть разные, дорогие друзья. Поэтому, например, я приведу вам опять пример в Таллине, конкретный пример, который он до определенной стадии доведен. Стоимость проекта 11 миллионов. Инвестор, он же заказчик, он же инвестор, говорит, да, я готов, скажем, финансировать предпроектную стадию. Это вот эти полтора процента, там больше, ну, где-то 400 с чем-то, ну, 500 тысяч, скажем так. Вот. И дальше будем смотреть. Но там как раз выступила RSV Systems и Capital и говорит, что давайте мы будем вместе это делать. И сейчас пока в ожидании находится проект, и инвестор говорит, что да, выгоднее идти с вами. Субтитры создавал DimaTorzok и Белла. Субтитры создавал DimaTorzok Дорогие друзья, давайте сейчас заканчивать. Выбивает. Значит, я в следующий раз про кадры и про это все еще раз вам расскажу. Пока не закончится срок рассрочка, а если засрочно выплатить, то по этому же дисконтуму зайти. Да, да, можно будет. Но это уже будет до конца следующего года. Ну, там видно будет, сколько будет. Если, значит, вы войдете, будете инвестировать, да, следующие 10 месяцев у вас 10-месячный проект. Или, вернее, пакет. Так, все, друзья. Еще раз благодарю вас за внимание. Я вынужден кончить, иначе меня сейчас может опять выбить. Что-то тут у нас с интернетом в Андорре не все в порядке. Желаю вам удачи. До следующего четверга в 19 часов. Всех благ. Спасибо. Продолжение следует...